национальный музей грузии является в принципе центральным музеем в эту сетку входит несколько музеев исторических на территории грузии вот это здание само ну как всегда при входе сувенирные магазинчики и здание скажем состоит из двух этажей что же интересного здесь можно увидеть итак едем потихонечку вначале отдел природы рекомендую посетить по классике жанра бабочки разные несколько вот таких вот панорамных мини дисплеев дальше пошли различные ископаемые животные которые скажем так жили когда-то на территории этой страны мумии различных млекопитающих птичек ну и так далее сам музей принципе одержим скажем так животное делаем небольшой отдел природы в принципе вы можете увидеть всех представителей флоры которые живут жили учитывая их не состояние текущее на территории грузии так как грузия большей частью горная страна подят на представители копытных бараны горные это является их не изюминка хочу отметить да посмотрите на эти красавца при жизни они были наверно намного лучше хотя и чучела роли чучел тоже смотрится очень даже презентабельно небольшой отдел посвящен рыбам хотя а вот это интересный короче куда такой микс и змей которые в одну колбу по засовывали разных видов не знаю почему но больше такого нигде не видел ну и другие заспиртованные присмыкающиеся очень крутой отдел антропологии включают нас люси по моему так звали этого первого представителя homo sapiens ну и вот эти есть три черепа homo sapiens такая вот панорамка как развивался человек как увеличивался его мозг со времени истории ну и в этом зале очень много черепов даже для рядового человека не следующее можно представить себе вот кстати даже сделана такая вот фигурка как выглядели карманьонцы неандертальцы и другие скажем так предки homo sapiens то есть коллекция черепов здесь конечно поражает даже принципе без экскурсовода все нормально написано расписано и можно скажем так иметь общее представление оба тем как развивалась по крайней мере черепах наших самих предков ну дальше пошел отдел археологии это конечно на любителя хочу сказать сразу то есть здесь классика жанра различные горшочки начиная с керамики до образцы украшений жерель и всякие образцы скажем так товаров быта и т.д. и т.п. то есть добавить здесь ничего кто любит мне допустим больше заинтриговала коллекция хорошего холодного оружия здесь конечно она действительно очень впечатляет понятное дело кавказ кинжалы шпаги ножи это обязательный атрибут ружья различные и принципе несколько назовем так манекенов как холодное оружие смотрелось именно на жителях этой местности в те древние времена дальше пошел идет мологии национальные инструменты ну и образцы национальных костюмов хочу отметить что с одной стороны в грузе вроде бы как бы небольшая страна да но тем не менее все таки в разных частях грузии есть большие отличия но небольшие или маленькие ну а здесь отличие именно национальных костюмах местного населения которое там живет и то есть можно разделить скажем так стиле примеру тех кто живет в горах слонетия да кто живет в районе тбилиси или кто живет в аджаре то есть различия в костюмах конечно чувствуется и видится поэтому кто любит грузию грузинский этнос я думаю для меня по крайней мере этот зал был самый впечатляющий скажем так есть такая небольшая мини картинная галерея нет как и немного но они как бы ну и совсем маленький отдел я даже не стал его развивать который посвящен советскому периоду жизнь стала лучше веселей осин стали что добро пожаловать национальный музей грузии